Девушки отдыхают Отчет депутата. Вопросы свои парламентарию вы тоже можете задать. Во-первых, есть такая возможность в нашей группе во Вконтакте. Прямо закреплено сообщение. В комментариях можете писать вопросы Марии Валерьевне. И второй способ задать вопрос, это воспользоваться мессенджерами, отправить свое сообщение на номер 8909 720 101 и 0. Ну а в этом части мы, как и было заявлено, будем говорить о гастролях Московского театра, театра на Песке в Кировском театре на Спасской. Также будем говорить об изменениях выплат пенсии и пособий в майские праздники. И мы одну тему не успели затронуть в предыдущем части. Наш главный, не главный просто, да, наш редактор, да, настоял на том, чтобы мы поговорили об этом в эфире, потому что большой резонанс тема эта получила. Очень много горожан были напуганы таким массовым появлением змей. Ну, видимо, речь идет о территории вблизи непосредственно реки Вятки, да? Да, я так поняла, набережные где-то видели, по-моему. Прогуливался человек, увидел прям вот клубок, скопление. Ну, в общем-то, наверное, это все обывательским умом можно нетрудно объяснить, что солнышко все-таки тепло, в том числе и присмыкающиеся у нас стали. Погреться люди. Погреться у них. Ну, вот способа у них нет, понимаете ли, вот. Но, так или иначе, мы знаем, что в течение затем всего теплого сезона и летом, и уже непосредственно в городе, да, многие сталкиваются со змеями. Ну, как правило, это ужи. Не знаю, вот можно ли слово использовать безобидные или нельзя, но вот специалисты все-таки, по-моему, говорят, что не надо лишний-то раз как-то их пытаться тревожить, уж тем более пытаться потрогать руками и так далее. Ну, я думаю, что сейчас специалист нам все объяснит. Алексей Скопин с нами. На связи научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства. Алексей, добрый день. Здравствуйте. Да, Алексей, вот вы как специалист оцените, пожалуйста, поведение жителя города. Там большой резонанс в социальной сети получился. Человек заприметил клубок, ну, видимо, ужей и каким-то образом постарался на них воздействовать. Даже палку в руки взял, да, пытаясь это все расшевелить. То есть, правильно ли он, адекватно ли он вообще поступил или нет? Вы не рекомендовали бы так поступать со змеями? Ну, конечно, как бы поведение неадекватное. Да. Потому что, как бы сейчас змей просыпаются. У нас это две основные змеи, это гадюка и уж. То есть, после выхода из спячки они одну-четыре недели прогреваются, потом начинается период размножения. Вот, в первую очередь просыпаются гадюка, потом уж. Но раз он видел клубок, значит, эти змеи начинают уже спариваться. Угу. После спячки, как правило, на одного уже приходится несколько самцов. Отсюда и возникают как бы клубки. Угу. Ну, это связано, видимо, в том числе с теплой погодой, да? У нас апрель такой солнечный, сухой удался. Ну, да, да. То есть, активность змеи, например, наших, она начинается, по крайней мере, у гадюк после перехода средней суточной температуры через плюс пять. То есть, если стоит на улице где-то плюс восемь, семнадцать градусов, то есть, змеи точно проснулись. Насколько они вообще опасны, да, в городской черте? Что нужно делать горожанам, если они этих змей увидели? Не, ну, во-первых, они не настолько опасны, насколько их пугают. Но горожанам, естественно, что не надо к этим змеям приближаться. Они, как правило, эти змеи живут оседло, то есть, они далеко не расползаются. Если вы видите этих змей, скорее всего, это их участок, они будут здесь и летом, и осенью. Угу. В общем, лучше пройти мимо, никаким образом не тревожить их, да? Да, да, да. То есть, они, змеи, как правило, они не агрессивны. То есть, основной их корма, это, конечно, мыши, землеройки, лягушки. И, как бы, они боятся человека и сами не вступают в контакт. Мы сейчас про ужей все-таки говорим, или про гадюков тоже в том числе? Ну, про ужей, про гадюков. Просто ужей больше у нас в городе, поскольку это вид более антропогенен, а гадюка, она более специфический вид, но оно тоже встречается вот в окрестностях города, в парках. А могут они напасть? Уж или гадюка кто-нибудь? Нет, официально, как бы, не могут они никак напасть. Основные два причины контакта, это когда человек пытается поймать этих змеи, они могут укусить. И второй вариант, когда человек ходит, например, босиком или в легкой такой открытой обуви, как правило, например, те же гадюки, и уже могут просто покусать за пальцы, ног. Эти укусы, они болезненны для человека? Уже нет, у гадюки болезненны, и не смертельно, но болезненны, и там действительно несколько недель придется лечиться, потому что у них гематологический яд, который разрушает эректоциты. Ну, вот я помню, несколько лет назад в Кирове был случай, когда даже ребенка, по-моему, с санавиацией доставляли, по-моему, из Оричевского района, якобы там был укус гадюки, ну и, в общем, ребенок сильно плохо себя почувствовал, там и сыворотку пришлось выводить. В общем, лучше не подходить, да, еще раз повторим. Лучше не подходить, они как агрессии к человеку не проявляют, но тем более, что они достаточно редки на нашей территории, особенно гадюка, она такой вид, нечасто встречающийся в пределах города. Давайте еще раз напомним основные признаки, собственно, чтобы распознать, что за змея перед тобой находится. Вот мы с детства из уроков школьных помним прекрасно, что есть у него желтые пятна на голове, так ведь? Ужа, да. Да, да, вот это вот прям уж. А гадюка чем отличается? Ну, гадюка, она, во-первых, более мелкая, то есть уже не до двух метров бывает, гадюки обычно бывают до 70 сантиметров. Вот, и они бывают у нас двух окрасов, как бы коричневая гадюка и черная. Какая из них опаснее? Они одинаковые, это проявляется в разных условиях, даже одна и та же самка может рождать животных, гадючат разного цвета. Ну, это, видимо, их биологические особенности, да. Вот сейчас у нас скоро майские праздники, многие отправятся за город, либо просто там что-то на природе приготовить, либо уже начать работать на своем участке дачном. Насколько там велика вероятность столкнуться либо с ужом, либо с гадюкой по вашему руку? Вероятность эта есть, потому что основное для выживания змей это четыре фактора. Это фактор укрытий, фактор кормности, инсоляции и фактор влажности. То есть если территория влажная, то есть близко водоем, берег водоема, если она хорошо освещаемая, поляна какая-то там, или светлый лес, если там есть укрытие, особенно где-то на садовых участках, много мусора и так далее, есть кормность, то есть есть различные мыши в большом количестве лягушки, то понятно, что змеи там будут водиться. Ну, это все взаимосвязано, да. Соответственно, если вот эти факторы все ликвидировать, то вероятность того, что на участке у тебя поселятся, ну, пусть безобидные, но ужата, она уменьшится. Да, уменьшится. И поэтому один из факторов такой профилактики, это надо убирать мусор, косить траву, и естественно, что если ты знаешь, что тут живут змеи, ходить в сабогах. Как вести себя владельцу такого дачного участка, если вот он приехал прибираться и все, и прямо вот на его территории он увидел этих присмыкающихся, не паниковать, видимо, в первую очередь, да? Ну, понятно, что не паниковать, во-вторых, если это, он видел лесной, то ничего страшного, то есть в летний период они расползаются, как бы достаточно далеко от того места, где они зимовали. Это так, что их лето может не увидеть. Спугнуть, напугать их можно, да, чтобы они, собственно, навсегда покинули? Ну, навсегда они, скорее всего, если тут зимовали, вряд ли покинутся, но если пошуметь, то есть они отползают, то есть они не нападают. То есть человек для них это большое опасное существо, к которому они тоже предпочитают не приближаться. Да, они кусают только случайно, вот при случайном столкновении. В общем, по большому счету все дело в адекватности, да, человека? Да, да, да. Если увидели, но если вам даже очень любопытно, ну, сосчитайте до 10, перетерпите, передождите этот момент, да, когда вам станет менее любопытно и проходите стороной. Спасибо. Спасибо большое. Алексей Скопин, научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства. Нет, на самом деле, у меня в семье не так давно был случай, когда мы летом, прогуливаясь с детьми, вот буквально у дома увидели ужа, такой длинный, красивый, полз по своим делам, но мы тоже мимо прошли, и, в общем-то, все закончилось хорошо. Да, слава богу. Хорошо, закончили с этой темой, надеюсь, что в этом отношении обойдется, без каких-то неприятных инцидентов. Главное, еще раз повторюсь, иметь голову на плечах, да, и думать. Представляю нашего гостя, Николай Пасанков, управляющий отделением фонда пенсионного и социального страхования. Николай Владимирович, добрый день. Добрый день, уважаемые. Так, поближе, наверное, чуть-чуть микрофона. Да, поближе к микрофону и нашего звукорежиссера тоже хотим попросить настроить звук на гостевом микрофоне. Мы встречаемся с вами в конце апреля, накануне майские праздники. Будут они продолжительными, да, там, по несколько дней, 1 и 9 мая. Не говорим мы о том, что тут их предлагается объединить в последнее время. Это была бы совершенно, наверное, отдельная история. Но поскольку у нас большое число слушателей за нашим эфиром наблюдают, да, которые завязаны, да, например, непосредственно их жизнь связана, да, с фондом. То есть они получают пенсии, пособии. И тут, видимо, грядут некие изменения, о которых мы хотим проинформировать сегодня. Да. Действительно, майские праздники, точно так же, как и новогодние праздники, вносят определенные коррективы в сроках получения пенсии, в первую очередь пенсии. Почему? Ну, потому что не все учреждения, кредитные в том числе, и иные учреждения, которые обеспечивают выплату пенсии, они в эти дни работают. То есть в нерабочие дни меняется немножко график. Ну, в данном случае, хочу сказать, что за последние много лет пенсионный фонд, а сейчас фонд пенсионного и социального страхования ни разу не допустил каких-то сбоев выплате пенсии ни в новогодние праздники, ни в праздничные дни к 9 мая. Мы прекрасно понимаем, что к 9 мая это особый праздник для каждого ветерана, для каждого пенсионера, поэтому у нас гарантированно будет обеспечена выплата в те сроки, которые определены с нашими доставочными организациями. И тут, должен сказать, что у нас доставочных организаций уже более 20. Это вот прям с начала года, да, удалось расширить список? Нет, почему? У нас на протяжении многих лет дело в том, что сами получатели пенсии, они выбирают сами, через какое кредитное учреждение хотели бы получать пенсию. Это право гражданина, и мы обязаны выполнять это право. Поэтому у нас на территории области вот такое большое количество доставщиков. Наверное, должен сказать, что многие радиослушатели, видимо, знают о том, что был не так давно принятый закон, а единственном доставщике наличных средств это почта России. Кировской области данный закон не касается. Почему? Потому что у нас никогда не было никакой альтернативной доставки. У нас всегда пенсию на дом доставляли почтальону. То есть почта России. Порядка в 19 регионах Российской Федерации существовала и иная система доставки пенсии, где иногда пенсию в большинстве случаев доставляла иная организация. Ну, что это такое иная организация? Видимо, своя какая-то, местная служба. Ну да, общество с ограниченной ответственностью, которая обеспечивала доставку пенсии гражданам. А много людей вообще в Кировской области наличными вот именно получают пенсию? Ну, я хочу сказать, что это порядка... Мы не требуем точных цифр. Ну, не цифра, а соотношение, возможно. Ну, это менее 40% уже от всех пенсионеров получают на почте. Ну, значит, и на почте тоже есть два варианта получения пенсии. Либо на дому, когда приходит почтальон, и у них там определенный график, и либо сам гражданин может прийти в почтовое отделение и получить там пенсию. Ну, вот, собственно, ввиду того, что есть график, поэтому и существует график доставки. Понятно, что количество почтальонов ограничено, поэтому Почта России задействует их всех для доставки пенсии вот в те сроки, которые определены нашим соглашением. Что касается праздничных дней, ну, естественно, здесь получается так, что какие-то дни бывают нерабочими. И поэтому у нас бывает такая договоренность, когда Почта России нам представляет этот график доставки пенсии, но я считаю, что для уточнения нужно всем обратиться, кто хотел бы более точную информацию получить, на почтовое отделение, в котором он, собственно, и получит эту пенсию. В свое почтовое отделение можно позвонить и поинтересоваться. Да, да. Но сроки начала выплаты пенсии, они будут точно такими же, как в обыкновенный месяц без всяких праздников. То есть у нас начало выплаты пенсии через Почту России доставщиками начинается 3-го числа. Все необходимые средства будут заранее перечислены, они будут доставлены доставщикам, чтобы они могли обеспечить выплату пенсии ровно в те сроки, которые я сейчас называю. Это касается и городской, и сельской местности, да, Виктор? Да. У Почты России нет такой, ну, как бы, градации на город и район. Почему? Потому что почтальоны работают во всех районах области, в том числе и городе. и, естественно, графика у них составляется по каждому населенному пункту в отдельности. Что касается доставочных организаций и таких, как кредитные учреждения, ну, здесь у нас в действительности есть некая градация, то есть в городе получают пенсионеры, у нас 7-го числа мы перечисляем, но в данном случае 7-ое число будет это праздничный день, поэтому у нас будет зачисление и перевод средств в кредитные учреждения 5-го мая. А что касается... Заранее? Да, заранее. То есть у нас правило такое, что если попадает на праздничный или выходной день, день доставки, мы финансируем заранее. Ну, это точно то же самое, как и в Новый год, да, у нас там бывает. А что касается выплаты пенсии в районах области, там у нас определена дата 13-е число. Тоже 13-е число получается выходной день, поэтому будет перечислено 12-го числа. И последнее, у нас есть три такие периода выплаты. Третий период 22-го мая. Все пенсии будут выплачены и доставлены вовремя. Тут фонд гарантирует выполнение этих обязательств перед ветеранами. А можно еще момент фонд, когда банку перечисляет деньги, банк в этот же день их рассылает? Да, у нас есть соглашение с каждым из этих учреждений кредитных, которые являются доставщиками. Там есть совершенно четко описанные условия. У них есть возможность зачислить на следующий день, то есть сутки даются. Но в 99,9% случаев зачисление происходит в тот же день, когда мы перечисляем. Но должен сказать, что цифровые технологии развиваются, и граждане у нас даже начинают спрашивать. Вот если день выплаты, к примеру, бывают такие звонки нам на телефон горячей линии, нас спрашивают. Так, уже 12 часов 15 минут, где моя пенсия? В прошлый раз вы именно в этот момент мы получили. Почему ее до сих пор нет? Это вот хорошо, это очень правильно, что граждане уже чувствуют, что время оно работает на них, что мы обязаны вот к такому-то времени зачислить. Но хочу отметить, что при доставке пенсии принимают участие несколько учреждений. То есть фонд пенсионно-социальное страхование раз, далее идет федеральное казначейство, а далее идет уже кредитное учреждение. И вот мы для того, чтобы, наверное, эти вопросы снимать, мы будем уже договорились и будем размещать в социальных сетях, к примеру, информацию о том, в какое время фонд пенсионного и социального страхования перечислил средства в казначейство, чтобы у людей было четкое понимание, что средства перечислены, что дальше идет работа уже вот в этих организациях, партнерах фонда пенсионного и социального страхования и зачислены будут пенсии вот в такие-то сроки. Поэтому мы работаем над совершенствованием оказания услуг, качества услуг для граждан. Тем более, еще раз хочу подчеркнуть, что речь идет о Дне Святом для каждого гражданина Российской Федерации и для каждой семьи. Что касается пособий, тут такое же поеду. У нас те пособия, которые мы выплачиваем, а их сейчас очень много. Почему? Потому что фонд пенсионного и социального страхования работает в режиме социального казначейства. И у нас с каждым годом добавляются добавляются и добавляются различные новые пособия. Разновидности. Да, разновидности. Ну, наиболее, наверное, такой непростой вид пособий это тем, кто был ликвидатором чернобыльской катастрофы. Ну, кстати, завтра будет как раз годовщина этого события. 26 апреля, да. И, естественно, вот у них есть много разных пособий и с ними бывает непросто, значит, что связано с оказанием этих услуг. Проблема-то в чем? В логистике возникают? Проблема возникает в том, что они, эти пособия на разный период выплачиваются. Есть ежемесячные, есть на какой-то период, есть ежегодные и есть очень похожие по смыслу эти пособия. Ну, естественно, мы их выплачиваем все, но дело в том, что здесь конкретной даты назвать я не могу. У нас есть общая дата выплаты всех пособий, это третье число, но только тех, которые, ну, скажем, выплачиваются ежемесячно. Поэтому, да. Пособия, по которым обычно чаще всего в соцсетях задают вопросы, которые от трех до семи на детей. Ну, сейчас это не от трех до семи, это от вставшей в ранние сроки беременности женщины до 17 лет. Значит, здесь у нас тоже выплата этого пособия единый день, это третье число, в случае, если это не новое назначение. Если это новое назначение, то рассмотрение заявления в течение десяти дней и после этого в течение пяти дней оплата. А вот следующая уже оплата будет в месяце следующем за тем месяцем, в который было принято эта выплата. Вот это иногда люди снищают, почему у нас в какой-то месяц там не происходит выплата. Ну, пытаемся разъяснить, разъясняем и будем разъяснять. Это нормы законодательства, мы обязаны их в исполнении. Ну, в любом случае, сумма приходит, но она чуть позже приходит. поэтому все вот пособия и все пенсии у нас выплачены будут в мае месяце своевременно. Ну, ввиду того, что праздник, День Победы, это, как я уже сказал, святой праздник для всех, поэтому, начиная с 2010 года, президент Российской Федерации поздравляет всех ветеранов, участников Великой Отечественной, инвалидов Великой Отечественной и Тружеников Тыла личным поздравлением. Вот у нас тоже такое поздравление будет. Оно будет доставлено всем получателям со 2 по 8 мая. И здесь должен сказать, что мы на протяжении всех этих лет даем подробную информацию о том, какие у нас есть ветераны, их адрес, место жительства. И до момента вручения уточняем ситуацию по каждому из них вместе с Почтой России. Прекрасно понимаете, что... Да, возраст, годы берут свое, да, и может так оказаться, что спустя год уже просто, ну вот, ушел человек, да, из жизни. Тут могу сказать, что даже не спустя год, а даже, может быть, через день уже и будет совершенно другая ситуация. Много в этом году получателей таких поздравлений будет? Вы знаете, мне кажется, здесь и существенным образом повлияло на эту категорию граждан, на наших победителей и пандемии коронавируса у нас осталось на сегодня, вот на утро, те данные, которые есть, всего лишь 84 получателя, участников, инвалидов Великой Отечественной войны. На всю Кировскую. Из них 41 это в городе Кирове и остальные в Кировской области. конечно же, тружеников тыла побольше, здесь у нас более 5000 будет поздравлений на тружеников тыла, и эта категория, конечно же, она несколько менее возрастная, потому что там в том числе и подростками работали. в 12-13 лет ставали за станки, конечно. лет на 8-10 может быть и помоложе. Здесь порядок такой, что мы уточняем до момента вручения ситуацию по каждому из них, и почта от имени президента Российской Федерации вручает это именное поздравление. Это письмо будет, да? Да, это письмо, и там есть открытка, и от имени и с подписью главы государства получает такую открытку. Очень важно надо отметить, что вот среди этих получателей открыток поздравлений есть очень много замечательных людей, и мы вот перед тем, как прийти сюда, к вам на эфир, решили посмотреть, а кто же эти наши ветераны, кто же вот сегодня из тех 84-х, которые в добром здравии находятся, и кем они были, и какие заслуги имеют перед Родиной, перед нашим народом. Ну вот я могу... Можете рассказать нам про кого-то? Да, у нас 3 минуты только остается, к сожалению, совсем немного. Ну вот я бы хотел сказать только, может быть, об одном из них. Иван Никитич Береснев, старшина второй статьи, морской пехотинец. Он был во время Великой Отечественной войны участником военных событий с августа 44-го по 45-й год на Черном море, и ему посчастливилось охранять корабль, на котором проводили переговоры Сталин, Рузвельт и Черчилль, во время Ялтинской конференции в составе вот этой бригады морской пехоты, которая обеспечила безопасность этих переговоров. То есть вот такие у нас есть... Где сейчас проживает ветеран? Он проживает сейчас в городе Кирове. В областном центре. Да, в областном центре. Есть и те, которые в районах области, есть те, которые посвятили и после победы себя служению нашему Отечеству, нашему народу. Вот есть, допустим, такие, которые после войны уже имеют 56 лет трудового стажа. То есть это люди, которые не просто победили, они восстановили народное хозяйство, они послужили и своей семье, и своему городу, и своему народу. Мероприятия с вашим участием будут проводиться в эти праздничные дни? Обязательно. Ну, я хотел бы поздравить всех этих ветеранов, пусть их уже немного, всех детей, внуков, вот этих великих наших победителей с праздником, с праздником Великой Победы. Пожелать доброго здравия, хорошего настроения и уверен, что нынешнее поколение достойно наших ветеранов, наших победителей. Благодарим, да, очень полезная информация прозвучала, да, безусловно, в нашем эфире. надо понимать, что дальше у нас в течение 2023 года таких продолжительных праздников не будет и вы будете работать как по часам, собственно, да, продолжать. Ну, как всегда. Без изменений, да, вы тоже, собственно, несете с гордостью, да, это знамя ответственности перед людьми, с которыми вы непосредственно работаете. Благодарим, да, Николай Пасынков, управляющий отделением фонда пенсионного и социального страхования по Кировской области. Спасибо вам большое. Спасибо, вас тоже с наступающими праздниками. Спасибо. Обязательно встретимся еще в нашей студии. Сейчас у нас небольшая пауза рекламная, после которой мы к другой теме перейдем. Дневной разворот продолжаем. Меняем гостя. Николай Пасынков от нас ушел. Пришла Юлия Беляк, специалист по связям с общественностью театра «Наспаска». Юлия, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Говорите... Солнечный, яркий день. Тогда хочется еще каких-то положительных эмоций добавить. Нормально в наушниках звук, да, уровень? Да, очень хорошо. Да, хорошо. Мягко, приятно, да, все хорошо. В Киров едет уникальный театр, театр, который занимается... Я даже не знаю, это правильно постановкой, правильно назвать? Постановками на песке или как вы это называете? Я думаю, что это имеет смысл назвать спектаклем. Спектаклем. А вот то, что уникальный, да, вы полностью правы, потому что это единственный в мире театр на песке. Достаточно молодой театр, он был организован в 2019 году, но тем не менее он успешно растет, развивается и имеет хорошую репутацию. Вот с учетом того, да, что это уникальный спектакль, что это уникальный театр, единственный там, да, в своем роде, есть ли у него какие-то корни, да, что это за искусство, откуда оно пошло? Я предлагаю для начала картинку все-таки нарисовать для слушателей, что такое театр на песке. Это не поверхность из песка, на которой... По которой ходят босыми ногами. Бегают актеры, да. Мне кажется, ты, Владимир, недооцениваешь наших слушателей, все представляют, как это выглядит. Я когда прочитал впервые, я не сразу въехал, как это так на песке, а уж потом понял, да, вот это же там и свет, и проектор, и все. Это все и должно быть, да? Вообще, да, я поддержу вашего оппонента и ваша соведущая в одном лице, потому что действительно кировчанам уже знакомы. Потому что минувшей осенью, когда у нас проходил в городе фестиваль «Вятка. Город детства», как раз-таки театр на песке и открывал этот фестиваль. Они выступали на площадке Кировского драматического театра со спектаклем «Дикие лебеди». Я была на их спектакле тогда впервые. Слушайте, ну вот это на самом деле волшебство. Да, действительно. На сцене стоит такой освещенный стол с подсветкой снизу, и идет такая трансляция на экран, и там есть артист, который рассказывает эту сказку, и есть художник, который эту сказку рисует. А вообще вот это фантастическое ощущение, мне кажется, как раз и серии того, от чего невозможно оторвать глаз. Ну, то есть, как мы смотрим обычно на огонь, на воду, на труд другого человека, когда другой человек не просто трудится, а рисует, согласитесь, это вот зрелище, от которого оторваться просто невозможно, когда как бы ничего не было, а тут бах, и сразу что-то, и не просто что-то, а что-то то, что тебя втягивает. Причем рисует здесь и сейчас. Конечно. В другой раз уже может получиться иначе. Абсолютно. Линии другие будут. Абсолютно. Всегда это происходит по-разному. И вот поэтому, мне кажется, что на эти спектакли можно ходить и по нескольку раз, потому что ты каждый раз видишь все время что-то новое. Удивительное ощущение, фантастическое совершенно, художник Екатерина Шефер, уже знакомая, как я говорила, нашим зрителям. Но вообще, как вот вы заметили, на самом деле рисование на песке или песочная анимация, как ее еще называют, она имеет под собой относительно небольшую историю. Как это казалось бы, не странно, правда? Потому что, казалось бы, самый вечный материал на Земле это песок. А с другой стороны, пришла в голову эта идея где-то в конце 60-х годов. А Каролине Лиф, насколько я помню, и в 74-м году она создала первый анимационный, ну, мультипликационный фильм на основе рисования песком. Фильм был сделан по произведению Петя и Волк, хорошо известной сказки. И второй мультфильм у нее был «Совая гусыня», но, к сожалению, как-то вот большого, большой популярности, большой любви зрителя, эти фильмы не снискали. Но, тем не менее, это было замечено, люди начали потихонечку развиваться, продолжать вот это вот. Потом предприняли эту попытку несколько позже. И, кстати, широкую такую известность это получила в 2002 году на канале Animal Planet и во время футбольного матча чемпионата мира. Вот тогда это уже, как бы, да, прогремело. Ну, согласитесь, когда ты видишь это на огромном экране, когда это... Огромное внимание со стороны болельщиков, миллионы глаз следят за этим, за всем. Вот. И тогда это, в общем-то, как раз таки и начало развиваться достаточно активно. В России к этому начали подключаться. И в 2006 году в результате одной промо-акции одной из московских радиостанций как раз таки перед студентками художественных вузов была поставлена задача что-то такое вот сделать, чтобы всех удивить. Они с задачей справились. Вообще все... Не было каких-то определенных технологий работы, не было каких-то законов, по которым это создается. Набивали шишки, естественно. И методом пробы ошибок люди, в общем-то, начали создавать и создавать и создавать. И сейчас это нашло активное применение во многом. То есть кто-то себе заказывает на свадьбу даже такие вот мероприятия. Появились театры на песке. Мастер-классы устраиваются. Мастер-классы. Психологи устраивают. Особенно в работе с детьми. Качественники. Чтобы картину представить. Личность, которая пришла на прием, чтобы понять, что он там... Но тут еще важна ведь и техническая составляющая. Это же нужно правильно все подсветить, чтобы был каждый нюанс заметен, и чтобы перед зрителями на экране. Безусловно. И вот очень важно, когда ты смотришь на эту картинку, которая перед тобой возникает, ты видишь руки мастера, которые ее создают. Ну, это фантастическое совершенно ощущение. И очень хочется попробовать самому. Да-да-да. Вообще, когда в первый раз к нам гости приезжали, мы разговаривали с Екатериной Шеффер и говорили вот как раз-таки то, о чем Володя сказал в самом начале, о том, что каждый раз картинка другая. Так вот, оказывается, каждый раз и песок другой. То есть, нет, песок тот же самый, а вот работать с ним каждый раз оказывается по-разному. Иногда он бывает тяжелый, иногда он бывает слишком рассыпчатый, иногда он бывает слишком, наоборот, каким-то влажным. И всякий раз все время получается что-то новое, и им приходится там какие-то собственные даже, наверное, ритуалы проводить. Ну, артисты с собой ведь песок возят, да, в любом случае. Совершенно верно. В процессе перевозки он может там влагой напитаться или, например, пересохнуть, не знаю, температурный режим. Реалист, да? Нет, чтобы вот сказать, что, например, какие-то высшие силы сегодня распроизвели именно таким образом. Нет, тут все сугубо... После змей трудно сейчас говорить про высшие силы, вот это обсуждали на нашествии змей. У нас на самом деле в одном из дворов стоят светящиеся такие большие белые кубы, которые как раз предназначены для того, чтобы что-то песочком на них можно было нарисовать. Ну, как здорово. И постоянно... А кто этим занимается? Мамы с детьми, видимо. А, мамы с детьми. Кто подойдет? Я просто не понял сразу. Может, это рекламные конструкции какие-то, может быть? Нет, нет. Ну, чаще всего я там вижу подростков, потому что, ну, совсем маленькие дети еще, видимо, не понимают, для чего это. Вот, а подростки частенько там стоят, что-нибудь накидывают на эти кубы, пальцами водят, пытаются что-то нарисовать. То есть, видимо, увлекает и сам процесс, даже если у тебя толком ничего не получается. Вот они там бывают по долгу стоят и елозят по этим кубам светящимся. Вот в нашем театре-театре на Спасской нет как таковых вот этих песочных анимаций, но у нас есть в нашей такой коллаборации с компанией Рисуй Светом, у нас есть такие большие планшеты, на которых можно рисовать светом-фонариком вот на этих вот. Слушайте, я попробовала. Исключительно потрясающее ощущение. То есть, это действительно, ты понимаешь, что ты этого не касаешься, да, но у тебя это получается. Это какое-то ощущение волшебства совершенно необыкновенного. И вот примерно то же самое я испытывала, когда смотрела вот эти вот анимационные спектакли, которые представляют наши гости, которые приедут к нам 4 и 5 мая. Так, собственно, с чем приедут, Таня? Давайте сейчас об этом поговорим. Или мы непосредственно уже будем у артистов? У артиста спрашивают, режиссеры. У артиста можно выспросить подробности, и как раз таки я думаю, что у артиста имеет смысл выспросить не только подробности спектаклей, но и, в принципе, их принципы работы, о том, как они организовались и так далее. О спектаклях я пару слов скажу. Вы знаете, для меня, например, оказывается, было открытием, когда мы договаривались о том, чтобы сегодня можно было в эфире с этим артистом встретиться, я разговаривала с продюсером этого спектакля Анастасией Рудневой и выяснилось, что один из спектаклей, который будет у нас представлен два раза, то есть вечером 4 мая в 18 часов и 5 мая тоже в 18 часов спектакль, который называется «Помню». 12 плюс возрастное ограничение. Совершенно верно. Да, 12 плюс. Но я бы даже сказала, что это, наверное, спектакль, который будет интересен не только подросткам, но и взрослым, потому что это воспоминания детей войны. И создано это не просто на каких-то абстрактных воспоминаниях, как выяснилось, это как раз-таки создано на воспоминаниях отца художника, который это рисует, Екатерина Шефер. И вот когда вот эта история становится особенно личной, ты понимаешь, что это ощущение какое-то фантастически необыкновенное. А у нас уже, я так понимаю, что Алексей на связи, да? Да, нам звукорежиссер подсказывает. Алексей Ермаков, режиссер и артист театра «На песке». Именно с ним мы связались, сейчас в прямом эфире пообщаемся. Алексей, добрый день. Добрый день, Владимир. Рад вас приветствовать. Да, Дарья, Юля Беляк здесь в нашей студии. Да, вот сразу зацепился взгляд за слово «режиссер». Как это происходит, режиссирование в театре на песке? Чем именно вы управляете? Какие нюансы оттачиваете? Поясните, пожалуйста. Все. Я понял вопрос. Владимир, хочу немножко поправить. Вот спектакль, помню, да, который мы будем показывать. Мы делали его совместно с режиссером Сергеем Сириным. Мы с ним как бы со-режиссер, и он же писал музыку. Ну, а то, что касается вашего вопроса, это происходит таким у нас обычно импровизационным путем. Мы начинаем читать материал, начинаем просто импровизировать, а потом уже отбираем какие-то самые удачные моменты. А как вы отбираете эти моменты? Вы их записываете, потом пересматриваете, чтобы посмотреть, как там картинка в картинку переходила или еще что-то? Ну, во-первых, тут важен, конечно, такой момент, чтобы работали разные планы, крупный план, средний план, общий план, по-всякому. Но просто это методом проб и ошибок. Мы, естественно, какие-то вещи и записываем сразу на видео, или фотографируем, чтобы потом это не потерять. Потому что, действительно, рисование песком, песочная анимация, это живое искусство, и, в общем-то, можно какие-то вещи действительно упустить, поэтому нужно сразу это фиксировать. Простите, что не владеем всеми нюансами, всей информацией, я просто до конца не понял, за рабочим столом-то кто будет находиться непосредственно? Алексей, вы будете, да, непосредственно рисовать? Основной человек, без которого не было бы этого театра, это Екатерина Шефер, мастер песочной анимации. Она будет все рисовать, она будет удивлять, поражать. Алексей, есть ли какие-то... Необыкновенными картинами и скоростью рисования. Есть ли какие-то требования к помещению, где вы выступаете, вот с учетом технических характеристик, самого песка, да, что он может с суши быть, повлажнее, или вы уже адаптируетесь в конкретном месте, то есть как себя песок повел? Ну, обычно мы выступаем в разных залах, в разных помещениях, и в комнатах, и на больших сценах, но вот однажды мы выступали в Крыму и на улице, и, естественно, на открытом возрасте тоже выступаем очень часто, но главное, чтобы ветра не было. Иначе материал будет скользать из рук, да. Конечно, конечно, он будет просто улетать и попадать в глаза, и там еще что-нибудь, и, конечно же, всякая кора тоже может помешать. Например, сесть на стол и вместе с песком... А, кстати, требования к песку... Да, требования к песку какие-то и есть свои уникальные? Может быть, его можно найти только в определенное время года на таком-то краешке земли, или это обычный песок? На речку сходили, набрали? Я думаю, надо спросить у мастера, но, насколько я знаю, в общем-то, годится любой песок и вообще любой песучий, сыпучий материал. Можно рисовать и кофе, можно рисовать манкой на черном, например, покрытии, да, то есть можно рисовать чем угодно, но очень важно... Песок бывает разный, он бывает крупный, мелкий, ну, он просто должен быть промыт, желательно, чтобы он был промыт, чтобы не было лишней пыли, грязи какой-то, вот и все. Чистый, однородный. Это доступно любому человеку, в большом счете. Алексей, расскажите, пожалуйста, а вот спектакль, помню, который вы представляете, я тут уже его анонсировала теми деталями, которыми со мной поделилась Анастасия Руднева, можно немножко поподробнее, когда он возник, как давно он существует, какие отзывы на него, потому что я чуть не озадачилась и не поискала, очень интересным, потому что тема достаточно сложная для подростка, и вот как они это принимают? Да, сейчас расскажу. Спектакль начал создаваться в 19-м году, когда началась, сейчас, подождите, 19-19, нет, в 20-м году, когда была пандемия. Да, разгар пандемии уже, да. Мы не могли выступать, и мы сидели все дома и приступили к этой работе. У нас уже был к этому времени набран материал, мы хотели раньше это сделать, но как бы не удавалось, а тут было много времени свободного. Это документальный материал, это мы общались с Анатолием Антоновичем Скоринниковым, это отец Екатерины Шейфер, нашего художника, он нам давал интервью, потом этот материал нами расшифровывался, то есть переводился в текстовой, и мы начинали работать, и мы просто на удаленке друг от друга, вот я записывал текст, Катя рисовала, Сережа писала музыку, мы обсуждали, что делать, потом мы смонтировали семисерийный, такие короткие серии, минут по 5, по 7, семисерийный фильм, который также называется «Помню», он есть в интернете, на нашем канале его можно найти. Ну, и там более сложная работа, потому что возможно был монтаж, и поэтому картины более насыщенные, и там больше трансформации происходит, чем в живом спектакле, естественно, ну, вы понимаете, да? А что по отзыву? Ну, монтаж и живое рисование. И, конечно же, это воспоминание, да, ребенка войны, и о тех далеких временах, Великой Отечественной войне, но это не посвящено войне, это просто ребенок... Переживанием ребенка конкретного. И его воспоминания, они, безусловно, очень где-то страшные, где-то очень милые, очень человечные, и там у нас не было какого-то акцента сказать, что там немцы – это плохо, да, русские, там, наших – хорошо, там, вот потому что было несколько отзывов людей в возрасте, они говорили, что все это неправда, то, что показано, и они говорят, вы охариваете Советский Союз, мы все жили счастливы и так далее. У нас никаких таких политических целей вообще не было, мы просто показывали ребенка, его рассказы о том, больше ничего, никаких там подтекстов. И вообще молодежь воспринимает очень хорошо, потому что речь идет как будто бы о них, но им рассказывается то, чего они не знали. Но, опять же, то есть о детях, о детях, это как бы мир глазами ребенка. И мы показывали и в пионерских лагерях, и молодежь прям улюлюкала, и, в общем, были очень довольны. Подходили, жали руку и сказали, спасибо вам, вы круто все сделали, дети обычно так все выражают. Ну, точка-то, точка-то в конце ставится на добром, светлом, хорошем финал, собственно. Мастер спойлера просто. Я бы вам рассказал бы, какой у нас был изначальный финал. Нет, конечно, там не то, что светлое, а там немножко такой некий вопрос поднимается все-таки о том, что очень плохо, можно так сказать, что при всей нашей жизни тех обстоятельствах, тех событиях, которые нас окружают и которые происходят, да и в наше время происходят, страдают дети. вот, некий такой, был такой посыл. В общем, финал открыт, скажем так. Финал открыт, да, мы там не устраивали этого праздника никакого, так что, даже не знаю, но смотреть, я думаю, это будет очень интересно. Да, конечно, ждем, да, безусловно. Но это не единственный спектакль, который увидят кировчане, потому что 5 мая в 11 часов вы покажете еще и детскую сказку, которая называется «Царевна-лягушка». Ноль плюс. Ноль плюс, да. А вот, Алексей... Ну, ноль плюс, это, конечно, перебор. Ну, непонятно, что... совсем уж ноль, наверное, не придет. А скажите, пожалуйста, вообще, чем вы... на чем вы основываетесь, когда вы, да, руководствуетесь, когда вы выбираете сказку, потому что... Материал, да. Материал. Потому что сказок великое множество, то есть это наиболее зрелищная картинка, возможно, или это какая-то история, которая сейчас оценивается, например, некоторыми, как моралите, или что-то еще? Ну, мы существуем с февраля 2019 года, и у нас уже за это время образовалось около 10 спектаклей, я сейчас точно не почитаю. Мы начали со сказок, у нас были сказки Андерсона, у нас две сказки Андерсона в репертуаре. Это «Дикие лебеди», мы у вас в Кирове показывались на фестивале. Да, я уже говорила сегодня об этом. В ноябре. «Снежная королева», у нас есть по мотивам Гоффмана спектакль, у нас есть спектакль по стихам Лермонтова, такой монос, моноспектакль со стихами, есть вот спектакль, помню, были зарисовки там об Ирландии, легенды Крыма и так далее. И вот уже, и планов у нас очень много, на самом деле, мы хотим сделать и Пушкина, Руслана Людмилу, и думали о Ре Брэдбери, и, в общем, планов очень много, но мы подумали, что среди всех сказок мы почему-то ничего русское не взяли. и было интересно. И остановили выбор на царевне лягушке. Я на самом деле читаю про сказки, мне захотелось сделать царевну лягушку. Это, напомним, когда стрелы пускали сыновья, да? Да, да, да. И один из них на болото пускали, и потом сватались. Одному очень повезло. А сколько по времени вообще длятся спектакли? Ну, у нас такой формат, это где-то 45 минут или час. Этого вполне достаточно. И для самых маленьких это длится полчаса. А, ясно. То есть царевна лягушка, она достаточно такая, не слишком продолжительная. А, Алексей, скажи, пожалуйста. Нет, царевна лягушка, это будет 45 минут спектакля. А, причем как такой? Да, у нас там есть прям для самых маленьких там детей, там про маленького гномика, там немецкие какие-то истории. Коль скоро мы с вами заговорили о детях, помнится, мы с вами вот осенью, когда разговаривали, вы говорили, что вы для детей тоже проводите какие-то мастер-классы. Скажите, нынче вы не планируете такие встречи с детьми в нашем городе? Вот это мне сложно ответить. Это лучше, конечно, с нашим продюсером, с Анастасией. Рудневой поговорить. Я не знаю, повезем ли мы столы с собой. Но такая практика в любом случае у вас есть, да? Вы этим занимаетесь? Ну да, у нас просто есть несколько столов, и когда нас просят, потому что мы часто выступаем в социальных центрах для детей, и нас просят, можно ли что-то с детьми сделать, и мы просто везем с собой дополнительные столы, и дети, и не только дети, взрослые могут спокойно порисовать. Уже после самого представления, там где-то минут 20, им дается такая возможность. И, естественно, это как Екатерина, она рассказывает, как делать пока какие-то элементы. Так. А скажите, пожалуйста, вообще Екатерина осваивала вот эту технику как долго сама? Екатерина занимается этим уже около 10 лет. Достаточно большой. Насколько я знаю, что она давно была художником, и потом однажды она нашла у себя дома фотографию, это была фотография иконы, семейная икона, но это была фотография, это была выцвевшая такая, пожелтевшая фотография. Она почему-то думала, что она нарисована песком, и она решила это воспроизвести. И вот с этого момента она стала заниматься песком и уже освоила эту технику. И надо сказать, что она довольно-таки, ну, она считается одним из лучших художников. На фестивале в 19-м году в Китае с 60 претендентов заняла второе место. И вообще ее техника, ее художественный почерк, он отличается от многих. Ну вот, пару минут у нас еще есть. У меня тоже вопрос такой общего плана. Со временем этот жанр, это направление, оно все больше распространенность получает в России. Есть ли еще театры, да, которые творят с использованием песка? Есть ли такие спектакли, коллеги, примеры, за которыми вы наблюдаете и так вот говорите про себя, вау, круто, мы еще до этого не доросли, там, ну, не знаю. Ну, я не могу сказать, я никого еще не видел, какого можно было бы сказать, что мы до этого не доросли. Круче вас, в общем, я положу руку на сердце и скажу. Просто дело в том, что я знаю, как рисует Екатерина, если дать ей время, допустим, на спектакле, она ограничена во времени, потому что она должна укладываться в 3-5 минут, ну, сколько длится эпизод. Вот, поэтому она, в общем-то, рисует очень, так скажем, ну, в быстрой технике. Если дать ей время, она нарисует картину так, что это как будто будет нарисовано карандашом, понимаете, это безусловно. Можно в интернете найти ее рисунки, и это очень просто круто. А так, конечно, это мировое, как бы вообще искусство, оно там зародилось где-то в 60-х годах в Америке, по-моему, и сейчас оно набирает популярность и становится более известным и за границей тоже, вот, и у нас. Но я, честно говоря, лучше пока художников не встречал. Ну, вот и, собственно, сказали то, что должны были сказать, чтобы привлечь дополнительное внимание, да, Кировчан к этим гастролям. Кировчан к этим гастролям. Да, спасибо большое. Приходите. Мы очень любим, очень любим Киров, мы уже, я лично не раз сюда приезжал, у меня тут живут родственники, и вот на фестиваль нас приглашали, мы очень рады выступать на открытии, и приходите на спектакли, и я хочу всех поздравить с наступающими праздниками, первый мая, с Днем Победы, и вообще просто с весной. Недавно, вот я вот вчера вернулся из Курской области, Белгородской, там тоже выступали, не с театра на песке, это у меня были другие, но, в общем-то, там просто все цветет, там, несмотря на какое-то тревожное время, все-таки жизнь берет свою. Да, Алексей, просим прощения. Я желаю всем любви и процветания. Спасибо, Алексей, времени остается очень немного, Алексей Ископин был с нами на связи, ой, простите, что-то Алексей Ермаков, у нас два Алексея сегодня было в эфире, режиссер и артист театра на песке. Добро пожаловать в Киров, да, ждем вас, конечно, очень скоро. Еще раз напомним, 4 и 5 мая. В 11 часов 5 мая «Царевна лягушка», в 18 часов 4 и 5 мая спектакли «Помню». Подробности можно на сайте театра на Спасской еще раз все прочитать. Билеты можно купить по пушкинской карте. Благодарим, на этом завершаем сегодняшнюю программу «Дневной разворот». Непосредственно с нами сейчас в студии наши гости Юлия Беляк, специалист по связям с общественностью театра на Спасской. Всем хорошего дня. До свидания. До свидания.